Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут. И сегодня у нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина Наталья Владимировна Жмурова. Здравствуйте, Наталья Владимировна! Наталья Владимировна, на сегодняшний момент приемная кампания уже завершена? Приемная кампания завершила свою основную работу. Мы приняли у абитуриентов заявление, мы зачислили на данный момент всех, кто попал на бюджетные места очной формы обучения. Ну, в общем-то, наверное, уже можно какой-то итог подводить. Как в этом году распределялись бюджетные места? В прессе появляются иногда публикации о том, что выявляются некие нарушения. Такое вообще возможно? Ну, нарушение, конечно, возможно. Тем более, что процедура зачисления, она очень сложна. И не всегда понятна абитуриентам. И многие абитуриенты воспринимают какие-то действия приемной комиссии как нарушения только от того, что они просто недостаточно знакомы с порядком приема в ВУЗе. В нашем ВУЗе точно соблюден весь порядок приема. Мы проводили зачисление волнами. То есть 30 июля были зачислены целевики и льготники. 5 августа только те абитуриенты, которые были рекомендованы к зачислению. 10 августа все остальные бюджетники. 20 августа, вот, как я говорила, будут зачислены платники. Так что процедура зачисления сложная. И для того, чтобы не упустить свой шанс занять бюджетное место, нужно появляться в приемной компании, слушать те советы, которые дает приемная комиссия, и точно следовать всем этапам этой процедуры. Приходят сейчас к нам такие ребята, у которых очень высокие баллы. И они не поступили в ВУЗ только потому, что были не там, где нужно было быть, как говорят, нужно быть в нужное время, в нужном месте. Они искали свои шансы в Москве, не смогли там поступить. Если бы они пришли к нам вовремя, они бы заняли бюджетное место. А теперь смогут претендовать только на платное обучение. Что касается уровня подготовки абитуриентов. Какой балл нужно было набрать на ЕГЭ, для того, чтобы получить какие-то поплашки, не поплашки? Во-первых, нас радует то, что проходные баллы этого года повысились. Может быть, это не будет радовать каких-то абитуриентов, которые не смогли за это поступить. Но, тем не менее, это характеризует уровень наших абитуриентов, характеризует уровень ВУЗа. Мы подняли границу положительной оценки по сравнению с той, которая рекомендована Рособранадзором. Так, например, по профильным общеобразовательным предметам граница где-то на 5-7 баллов была поднята на все, без исключения направления подготовки. В результате были такие абитуриенты, которые сдали ЕГЭ на положительную оценку, но, тем не менее, этого было недостаточно, чтобы поступить в ВУЗ. Проходные баллы этого года, я сказала, уже выше, чем в прошлом году. И средний балл всех зачисленных на данный момент абитуриентов существенно выше, чем это было в прошлом году. Где-то порядка 69 баллов – это средний балл, поступивших на бюджет. Конкурс, он вообще существует на всех специальностях? Все до одного бюджетные места закрыты с конкурсом. То есть на все направления подготовки был более высокий или менее высокий, но обязательно конкурс. Конечно, количество поданных заявлений было очень большим. Если в прошлом году менее 5 тысяч было подано заявлений в ВУЗ, то в этом году более 10 тысяч. Но количество поданных заявлений не всегда характеризует реальную ситуацию. Так, например, на физико-математический факультет было подано много заявлений, но в результате оказалось, что оригиналов документов образования недостаточные, проходные баллы были невысокими. А есть такие направления подготовки, где, например, на 10 или 20 бюджетных мест было 500 или 800 подано заявлений. И абитуриенты смотрят на такие страшные списки, видят себя где-то совсем не на первой странице. Им кажется, что они пройти сюда никак не могут. Но ведь нужно учитывать, что каждый абитуриент подает заявление в 5 ВУЗов на 3 направления подготовки внутри одного ВУЗа. То есть один и тот же абитуриент фигурирует несколько раз в этих списках. Поэтому на практике оказывается, что пройти можно, даже имея не столь высокие баллы, как это кажется на первый взгляд. Я помню, я когда поступала, я подавала документы только на одно направление. А вот сейчас вы говорите, достаточно часто студенты и в разные ВУЗы, и на разные специальности. Вот как вы вообще к этому относитесь? Действительно ли это повышает процент, так скажем, удачи, что куда ты попадешь? Или все-таки лучше двигаться в каком-то одном направлении? Я думаю, что, конечно, лучше двигаться в одном направлении. Те абитуриенты, которые определенно знают, чего они хотят, они добиваются своих результатов гораздо с большей вероятностью. Потому что вот встречается сейчас у нас такое слое абитуриентов, которые на всякий случай написали какое-то направление подготовки, а в результате оказались зачислены именно на это направление. И они, может быть, не совсем довольны результатами конкурса, хотя винить им нужно только себя. Если ты это направление написал в заявлении и тебя туда зачислили, на кого обижаться? Но еще это ведь связано не только с неопределенностью наших вот сейчасчих абитуриентов, еще это связано с системой единого государственного экзамена. Ребята поставлены в условия такие, что они до 1 марта должны уже записаться на ЕГЭ. А к 1 марта они, как правило, еще не очень представляют, куда они хотят идти учиться, и будут ли там бюджетные места, будет ли в них возможность оплачивать обучение, потому что ситуация меняется жизненная. И в результате оказывается, что они приходят в ВУЗ и говорят, вот у меня такие вот экзамены, куда я с этим экзаменом могу поступить? Они выбирают не направление подготовки, которое им больше нравится, а то направление, на которое они могли бы поступить, имея те или иные результаты единого государственного экзамена. Ну вот как пример, в этом году у нас, ну как бы даже, может быть, неожиданно для нас появились бюджетные места на такие направления подготовки, на которые мы раньше их не имели. Это гостиничное дело, туризм, психология и ряд других. А ребята не рассчитывали, что там будут бюджетные места, и не сдавали те экзамены, которые необходимы для того, чтобы туда быть зачислены. Вот так бывает. То есть посоветовать вот тем ребятам, которые еще впереди у них, вот процедура зачисления, я могу только что, чтобы они сдавали не три экзамена, а хотя бы пять. И когда приходили в ВУЗ, у них тогда были бы больше шансов для того, чтобы занять вот такое место, которое бы им нравилось. Наталья Владимировна, вот раньше, наверное, было модно учиться на юриста, экономиста. А вот сегодня вы можете выделить какие-то направления, наиболее популярные у абитуриентов? Нас радует, что в этом году абитуриенты как-то больше рассеялись по спектру специальностей. И вот что касается, например, платного обучения, оплачивают сейчас обучение не только на юриспруденции экономики и государственном муниципальном управлении, как это было в предыдущие годы, оплачивают обучение на самых разных направлениях подготовки. У нас очень много абитуриентов, которые сейчас оплачивают обучение на педагогическое образование, на самые разные профили. Начальное образование, история английский язык, иностранные языки, русский язык и литература. То есть они не только заняли все бюджетные места, которых было достаточно много, но и готовы оплачивать свое обучение и хотят быть в дальнейшем учителями. Это нас очень радует. Наверное, все-таки престиж учительской профессии постепенно поднимается и, наверное, я надеюсь, достигнет своего достойного уровня. Мы тоже на это надеемся. Спасибо большое, что сегодня вы нашли время к нам прийти. Наверное, поздравим с вами всех, кто уже может считаться студентами. Да, хотелось бы поздравить всех абитуриентов, которые стали и в ближайшее время станут студентами нашего замечательного Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина и других не менее достойных вузов. Пожелать им дальнейших успехов в учебе и всего хорошего. Спасибо вам, вам грамотных, настойчивых студентов. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся. Увидимся в следующих эфирах. Субтитры подогнал «Симон»